День добрый, друзья, с вами Димон. Потрясающие новости. Сегодня анонсировали Торнадо ADS VTD-61. И знаете что? Снова совпадение со списком, которое мы с вами смотрели. То есть это тот самый прем, о котором мы говорили во время анонса на земной технике 8 ранга. Этот торнадо тоже премиумный и подобное нельзя уже назвать совпадением. Попадением 3. Попадание из трех, ребята. И все же, чем примечателен данный премиумный торнадо? Очевидно, данный ударный самолет прежде всего будет хорош для сетапов в совместные сражения под наземную технику. Ведь главное его достоинство это 12 бомб по 1000 фунтов семейства Марк 83. Причем как свободно падающих, так и штурмовых. То есть с этим самым парашютом, воздушным тормозом, называйте как угодно. Разумеется, имеется и баллистический вычислитель, чтобы попадать четко в танкиста. А как же быть против авиации? Здесь разработчик обещает выделить АМ-9Л все ракурсные для этой машины. Почему исключительно АМ-9Л? На самом деле, опять же, судя по статье от разработчика, обещается, что эта машина не будет пересекаться с самыми совершенными самолетами. Боевой рейтинг будет предтоповый. Но здесь уже возникает вопрос, что они имеют в виду? Подразумевают, то какие самолеты совершенные? Те, что уже есть в игре? Или которые будут как раз таки с выходом обновления? То есть у них будет новый ранг, возможно, и более высокий боевой рейтинг. Здесь как бы непонятно. Официальных анонсов новых топовых самолетов пока не было. Но опять же вернусь немножко назад. Попадание 3 из 3 ребята по премиумным машинам. Так что я уже не 90, а 99% готов дать, что новые топовые машины в этом обновлении все же появятся. Но в любом случае, это не все возможности данной машины. Хоть разработчик скромно расписал как основу для штурмовки 12 бомб, на самом деле эта машина могла нести как радиолокационные ракеты, так и противорадиолокационные, например, те же Харм. Но не будем загадывать, пока что официально, как я и сказал, исключительно АМ-9Л и 1000 фунтовые бомбы. А там уже посмотрим. По поводу предзаказа я не могу ничего, ребят, советовать касаемо этой машины. Тут уже думайте сами. Но как только появится дефсервер, я обязательно протестирую эту машину и скажу вам наверняка. И теперь, касаемо будущего тизера, я даже не сомневаюсь увидеть там Су-27, Ф-15, Гриппин, Джей-11. В общем, все, что было в списках. Еще было бы неплохо увидеть Мираж 4000, на которой якобы тоже был слив, но как выяснилось, данный слив, ребят, фейковый. Это написал, нарисовал точнее один из любителей, скажем так, всей этой авиации, пованговать один из моих коллег-блогеров западных. И люди преподнесли это как слив. Но, тем не менее, есть одно опасение, о котором уже мы с ребятами общались в телеге. Если что, кстати, на Телеграм подписывайтесь. Так вот, АМ-120, которые якобы были слиты в одном из роликов, появившемся на Реддите, возможно, это и реальный слив, может быть, это очень крутой монтаж, но высока вероятность, что в данном обновлении, которое выйдет под Новый год, не будет никаких АМ-120, их аналогов РБ-99 или же Р-77, ПЛ-12, если говорить про Китай. В общем, эта история, видимо, будет перенесена на следующее обновление. Причина довольно проста. Данное обновление по количеству предполагаемых новинок уже превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. И, скорее всего, что же они будут делать дальше? Разумеется, уже такая история была, когда вводили модельки интересных самолетов, может быть, танков, и доукомплектовывали ракетами или же даже снарядами чуть позже, в следующих обновлениях. Скорее всего, такая история повторится. Это также связано с тем, что под Новый год разработчик тоже делает выходные, и представьте, что они вводят новые типы ракет, которые значительно могут изменить расстановку сил в топовом сегменте, и уходят в отпуска. Народ бьется в конвульсиях, оформляет баг-реапорты, пишет на форумах, в социальных сетях, а разработчик отмечает. Нет, пацаны, такие сложные типы вооружения под Новый год они вряд ли будут вводить, с учетом того, что еще и по технике будет масса вопросов во время выхода обновления. Это классика, это традиция, что-нибудь обязательно будет сломано. Но мы к этому привыкли. И эти мысли я высказал, чтобы не слишком завышать ваши ожидания перед обновлением. Уж лучше они задержат новые типы вооружения, но я надеюсь, в коем-то веке настроят как следует, и оно выйдет более-менее сбалансировано и играбельно. А то советоводы до сих пор в поту просыпаются, вспоминая день релиза фениксов без ответки для этих ракет. Теперь ваша очередь, пишите, что думаете, поддерживайте видео пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если было интересно и полезно. Ну и буду держать вас в курсе дальше. Всем до связи.